Наша лаборантка мне сказала, Марина Дмитриевна, вы знаете, тут у нас есть одна англичанка, она приехала учиться, мне кажется, это по обмену было, и она занимается художественным переводом, и ей нужно вот с вами повидаться, поговорить. Я говорю, о, замечательно. И пошла, и посмотрела, в какой аудитории Мэри занимается. Пошла, нашла, её подошла к ней, и говорю, Мэри, здравствуйте. Мэри немножко испугалась в первый момент, но я сказала, я, Марина Дмитриевна, вот с которой вы хотели поговорить. Тут она очень обрадовалась, и вот в первые минуты мы очень подружились. Это действительно так, причём, что на самом деле интересно, представьте себе, это студенческая группа, в этой группе, ну, скажем, 10 человек, и 9 из них студенты вот такие, как здесь, 20-летние девочки, и среди них Мэри, который был тогда, well, over 60, no, no, about, just about 60, 60. Да. Вот. И это был самый лучший, вот очень интересно, она была самым лучшим студентом в группе. Там ещё была, конечно, у неё замечательная жизнь. И я знаю, что на самом деле, когда мы живём, то вокруг нас клубятся жизненные романы. И вот такой роман, вот, это жизнь Мэри. И это действительно, Лёнь, ты правильно сказала, Мэри – это чудо. Вот. Ну, вот так получилось. И тут можно очень много о ней говорить. И я так думаю, что Мэри должна написать сама свою жизнь. Потому что жизнь удивительная, трагическая какой-то. И очень талантливая и жизнь по отношению к людям, к детям. Ну, и Мэри, конечно, очень одарена художественно. И у неё потрясающе. Она прекрасный музыкант. Мэри играет вальсы Грибоедова, так как, наверное, никто. Вот с таким чувством. И у неё, конечно, замечательный поэтический дар. Вот уж я вам должна сказать, она… Мы с Мэри дружим вот 20 лет. И летом иногда… Ну, это я всё-таки тоже расскажу. Мэри жила у меня летом в Зарайске. И зимой тоже однажды. Первый раз Мэри не хотела ехать в Зарайск. Сказала, я городской житель, я не хочу в эту деревню. Зима, но мы всё-таки поехали. Это было там так прекрасно. Это вот русская зима, снег. Это то, что потом упущено. Вот. Эти берёзы, которые и не покрыты. Это всё… Мэри просто наслаждалась этим. А однажды утром она мне сказала, ой, что это? Это петух кричит? Я говорю, да, я никогда не слышала. Вот. Это вот было так замечательно. А потом… И тогда Мэри переводила… Переводила письма Грибоедова. И вы знаете, я это всё очень хорошо понимаю, вот её любовь к Грибоедову, к России. Потом я как-то подарила ей… Мэри тоже мне много книг дарила. А я ей подарила горе… Нет, было её Дума Герцена. Но как-то Мэри сначала никак-то не вникла, а потом, когда открыла и посмотрела, сказала, это как раз то, что мне нужно. Потому что это моё, это вот российское. И сегодня мы с ней даже говорили так. Я говорю, что Мэри, может быть, я в прошлой жизни была англичанкой. Почему меня так вдруг втянуло в Шекспира, в Англию? Я, когда показывают Агату Криси сейчас по телевизору, я всегда смотрю из-за пейзажей английских, из-за деревень английских. А Мэри мне говорит, а может, я тоже была в прошлой жизни русской. Так вот, значит, но я хочу подойти именно к её, к Пушкину, вот как Мэри переводила Евгения Онегина. Значит, вот кончила она переводить Грибоедова. Одновременно с этим Мэри занималась древнегреческим языком. Каждое утро, очень рано. У ней очень хороший учебник. Есть самоучитель древнегреческого языка. И она каждое утро, педантично, какое-то время, час, наверное, занималась этим древнегреческим. Мэри, что ты уже стала читать по-древнегречески-то? Кого стала читать? Платона уже дошла до того, что стала читать Платона. Почему? Тут вот я перехожу к такому очень важному, вот мне как профессиональному переводчику. Вот вообще я считаю, что прозу переводить можно, а стихи переводить нельзя. Потому что... Почему у меня такая уверенность, что нельзя переводить? Потому что я сейчас очень внимательно занимаюсь переводами сонатов Шекспира. И я их сравниваю, и я могу совершенно, как профессионал сказать совершенно точно, нет ни одного настоящего перевода сонатов Шекспира до сих пор. И потому что русский язык, русские слова гораздо длиннее английских слов. Стихотворение, особенно сонеты, это очень жесткая форма. И ты пойди... А, стихи настоящие, стихи настоящего поэта, они всегда очень емкие, то есть там нет пустых слов. И вот эти... А еще английские слова очень интересные, они многословно, многозначные. И сонеты Шекспира переводить, вот это я могу сказать точно, что полностью до конца передать весь поэтический смысл и такой реальный смысл невозможно. Вот я считаю, что нельзя переводить, а вот Мэри мне доказывает обратное. Можно. А я согласна. Это не Пушкин. Нет, Пушкин, Мэри. Это самое важное, это постараться. Нет, Мэри, я вот сейчас слушала тебя. Это невозможно передать. Мэри, это Пушкин. Мало того, я сейчас слушала, когда ты читала, и я слышала музыку Чайковского. То есть до такой степени у тебя точно это и близко, и поэтично. Вот. Но это, конечно, очень важно, чтобы стихи переводил настоящий поэт. Просто переводчик, просто переводчик, конечно, переводить не может. Это первое. И второе, что я хотела сказать вам, тоже как профессионал. Вот художественному переводу можно учить, если люди переводят прозу. Вот прозу этому можно обучать. Но стихи, научить человека переводить стихи нельзя. Надо быть поэтом. А это дар Божий. И причем дар Божий гораздо более высокий, чем вообще все остальное. И поэтому поэзия всегда выше. Этому и Фрэнсис Бэкон, он сам это прекрасно понимал. Он считал, что научиться поэзии нельзя. И о поэзии судить тоже нельзя. И объяснять ее нельзя, писал Фрэнсис Бэкон в своей одной замечательной книге. Потому что поэзия произрастает из земли силой самой земли. Произрастает как трава силой самой земли. Поэзия вот Мэри, поэтому я просто перед тобой преклоняюсь. Все, что ты скажешь. Потому что ты покажешь этому англичанину, как это красиво. И как это должно быть тоже очень красиво по-русски. Это доказывает Мэри. Потому что когда она работает, то вот мы с ней сидим, разговариваем. И она иногда мне объясняет, почему она так переводит. Как она находит слова. Как она находит рифмы. Потом что она опускает. Что она сразу видит, что главное. Что надо обязательно сохранить, на что сделать удаление. То есть, ее никто никогда этому не учил. Работая, именно вот творчески работая, понимая, что она хочет сама увидеть по-английски, она вдруг все те школьные истины для меня, которые я бы могла ей рассказать, она сама их познает, узнает и понимает. И потом, когда я ей говорю Мэри, где-то спрашивают меня, а это правильно. Я говорю, это не только правильно, это абсолютно правильная теория. А истинный поэт правильно переводит, по-настоящему переводит. Вкладывая и талант, и душу, и знания свои, он обязательно будет соответствовать теории. Поэтому учить поэтов не надо, переводчикам. Спасибо. Спасибо.